Ребят, всем привет! В этом ролике я расскажу вам о лучших добавках для суставов и связок, которые позволят избежать болевых ощущений и сохранить здоровье ваших суставов. На самом деле, конечно, суставы, особенно после 30 лет, это проблема, ну если не номер один, то одна из ключевых проблем, конечно же, потому что суставчики, там уже после 30-35 годов, особенно если у вас рабочие веса более или менее серьезные, дают о себе знать, да, нагрузка на плечи, особенно плечевые суставы, конечно же, дают о себе знать. И сегодня я расскажу вам о тех добавках, которые использую лично я для того, чтобы сохранять здоровье своих суставов и для того, какие добавки я использую для того, чтобы избегать болевых ощущений, если уже там какая-то нагрузка чрезмерная на сустав получилась, скажем так. И первая добавка, о которой я хочу рассказать, это коллаген. Коллаген, на самом деле коллаген я употребляю вообще недавно. Буквально недавно я снимал свой топ спортивных добавок, и в нем коллаген показал как, ну типа добавка, рассказал о том, что я его купил жене. И мне подписчики такие в комментариях, Саня, да ты что, топовая добавка для суставов, попробуй. Я, блин, ну ладно, короче, попробовал. Действительно, я суставы свои, болевые ощущения, да, хотя у меня на тот момент не сильно болели суставы, да, там, ну, немножко были дискомфортные, скажем так, ощущения при выполнении некоторых движений, особенно разведение гантель, например. И я действительно почувствовал, да, что коллаген есть, есть от него толк, да, и что он помогает, скажем так, в регенерации суставов. Я не знаю точно, как он работает, я врать не буду, да, я просто знаю, что по факту я его попробовал, вот, и все хорошо, да, скажем так. Он пошел на пользу для суставов. Я заказываю вот такой вот коллаген California Gold Nutrition. Это достаточно хороший бренд, это собственный бренд Айхерб, ссылку на него я оставлю в описании, вот, и, ну, по цене-качеству оптимальный, то есть стоит он по сравнению с другими коллагенами вообще прям недорого, и я заказываю его уже не в первый раз, вот, поэтому, как бы, вам рекомендую. Вот, коллаген. Следующая добавка – это глюкозамин с хондроитином. У меня он, к сожалению, закончился, баночку я вам показать не могу, но ссылку на тот, который я заказываю, я также оставлю в описании к этому ролику. Глюкозамин и хондроитин – это, скажем так, компоненты, из которых строится хрящевая и суставная ткань, то есть это больше такие профилактические добавки. Кстати, ребят, хочу обратить внимание, то есть, что коллаген, хоть он и помогает, да, в каких-то унять, скажем так, какие-то болевые ощущения, если у вас есть, коллаген и глюкозамин с хондроитином – это больше, как вам сказать, профилактические добавки, то есть это не добавки, которые призваны для того, чтобы вот вы их выпили, и всё, у вас ничего не болит. То есть это больше для профилактики. Глюкозамин с хондроитином – это, повторюсь, ещё раз компоненты, из которых строится хрящевая и суставная ткань. Есть, кстати, мнение о том, что у нас глюкозамин, хондроитин очень легко синтезируется в организме, да, и якобы его дополнительно принимать не нужно. Ну, мы знаем ряд примеров с другими добавками и с аминокислотами, которые синтезируются у нас в организме, да, и с такими вещами, как л-карнитин, которые… Или, допустим, креатин, которые мы вроде как с достаточным количеством получаем с пищей, вроде как они не нужны. Тем не менее, начинаешь креатин дополнительной порции принимать, и сразу уже через неделю-две видишь значительную прибавку в силовых и в мышечной массе, да. То есть дополнительный, скажем так, приём вот этих вот всех штук препаратов, да, которые нужны там в том числе и для суставов и связок, они, конечно же, дают результат. И любой, на самом деле, более или менее адекватный врач при каких-то проблемах с суставами или связками пропишет вам глюкозамин и хондроитин и скажет купить его в аптеке. Ну, просто на том же iHerb он стоит дешевле, я уже проводил сравнение аптечных препаратов и тех же точно препаратов, которые есть на iHerb и показал вам разницу. В 2, в 3, а на некоторые препараты даже в 10 раз, что они в Америке, если их заказывать напрямую в Россию с бесплатной доставкой, они будут стоить дешевле. Поэтому глюкозамин и хондроитин, это, я считаю, такая, ну, одна из основных профилактических добавочек, которые можно употреблять для приведения в норму, скажем так, для здоровья суставов и связок. Глюкозамин, хондроитин в комплексе с коллагеном. Следующая добавка это метилсульфанилметан. Ключевое слово не метан, скорее метилсульфанил, да, и выглядит она вот так, сокращенно МСМ, да, чтобы не запоминать долгие слова. Вот эта добавочка, она как раз таки обладает уже противовоспалительным действием. То есть она применяется уже в основном тогда, когда сустав болит. И я скажу, что она реально рабочая, да, то есть при каких-то болевых ощущениях в суставах, то есть если они уже начались, вот этот прием вот этой вот добавочки, конечно же, помогает. Вот, поэтому какая вообще стратегия приема добавок при проблемах с суставами? Вообще, когда суставы не болят, когда вы там все вылечили, условно говоря, все хорошо. То есть профилактические добавки это глюкозамин с хондроитином, можно периодами, курсами какими-то пропивать, и коллаген. Когда вы начинаете чувствовать эти суставы, да, то есть появляются какие-то болевые ощущения, вы можете добавлять вот эту вот штуку МСМ. То есть вот эту вот штуку на постоянной основе употреблять не нужно. То есть если коллаген можно пить утром, днем и вечером, хоть 365 дней в году, то вот эту вот штуку, вообще никакие штуки противовоспалительные, постоянно пить не нужно. Поэтому глюкозамин с хондроитином можно употреблять на постоянной основе, либо какими-то курсами, периодами, недели через неделю, например, там, месяц через месяц. Но лучше коллаген я потребляю постоянно, а глюкозамин с хондроитином где-то стараюсь просто через день. Вот, хотя можно и каждый день. А вот эту вот штучку я использую только тогда, когда у меня начинаются какие-то воспалительные процессы, то есть когда я чувствую болевые ощущения. В плечах, например, да. Ну, у меня, в принципе, кроме плеч, плечи это основной сустав, который может давать болевые ощущения при каких-то сверхнагрузках. Вот, то есть если у вас уже есть болевые ощущения в суставах, можете взять сразу и глюкозамин с хондроитином, и коллаген, и вот эту вот штучку, которая называется МСМ. Вот. Также хочу напомнить о том, что сустав, никакие препараты суставу не помогут, если вы выпили эти препараты и продолжаете жать чрезмерно, да, там, экспериментировать на одно-два повторения в жимах и в других упражнениях. То есть если у вас есть какие-то дискомфортные ощущения в суставах, то обязательно, помимо того, что вы начинаете принимать какие-то добавки, нужно хотя бы на время снизить интенсивность в тех упражнениях, которые нагружают плечевые суставы. Например, жим, да, жим лёжа, жим на плечи, там, какие-то махи, может быть, с тяжёлыми гантелями, если вы их выполняете, и так далее. То есть суставы поберечь. Когда вы их выполнили, да, когда вы их вылечили уже эти суставы, когда все болевые ощущения прошли, потихонечку возвращаться к вашим рабочим весам. Ну и смотрите, да, то есть если на ваших рабочих весах, то есть если ваши рабочие веса вызывают у вас болевые ощущения в суставах, работайте с меньшими весами, но на большее количество повторений, более качественно. Старайтесь включить с меньшими рабочими весами свои мышцы так же, как вы их включали на более высоких весах. Да, почему как бы после там 30, после 35, после 40 лет рекомендуют выполнять зачастую многоповторку, да, да потому что на ней травмироваться сложнее. Чем меньше рабочий вес, тем больше количество повторений. Соответственно, если вы работаете на 15-20 повторений, то ваш рабочий вес будет меньше, чем если вы работаете там на 5-10 повторений. И, кстати, новичкам многоповторку зачастую рекомендую, даже вот в своих тренировочных курсах, да, в которых я подробно все программы тренировок расписываю, у нас начинается, да, например, фаза сушки, да, снижение жировой прослойки, которую, ну, большинство людей начинают, там 15-20 повторений, да, то есть это больше многоповторка, потому что новичок, он начинает заниматься, для того, чтобы не травмироваться, лучше взять небольшой рабочий вес, но сделать его с большим количеством повторений. Поэтому, если есть проблемы с суставами, если они хронические, то помимо приема вот этих вот добавочек, вот, конечно, лучше переходите на какой-то более высокоповторный тренинг, но старайтесь включать в работу мышцы так же, как и с большими рабочими весами, да, то есть концентрируйтесь на них четко, конкретно. Это не значит, что нужно там сейчас переходить на 20-30 повторений плюс, да нет, 10-15 повторений, 15-20 повторений, это нормальный диапазон, да, если у вас, ну, по крайней мере, в тех движениях, в которых у вас есть конкретные проблемы с суставами, да, то есть если проблема с суставами не хроническая, вы просто там где-то травмировались, то на какой-то период вы снизили интенсивность, повысили количество повторений, уменьшили рабочий вес, суставчик вылечили, все, потом потихонечку начинаю возвращаться. В общем, смотрите по обстановке, да, и старайтесь, конечно, суставы свои беречь, потому что, блин, я думаю, после лет 50-60, если мы их будем убивать, так как это делаем сейчас, зачастую, чего делать не нужно, это может крайне негативно сказаться. Поэтому, ребят, всем здоровья, берегите свои суставы, берегите свое здоровье, счастья вам и вашим семьям, вашим детям и всего самого-самого хорошего. С вами был Александр Добромиль, пока!